Здравствуйте, дорогие союзники! В прямом эфире программа «Четверть часа» в студии Светлана Ладина. С праздником преображения Господня! Событие, которое мы сегодня молитвенно вспоминаем, уже многократно прозвучало и в храмах, и в нашем эфире, в чтении Евангелия, и в проповедях, и в прямой трансляции Божественной Литургии. Да и дома вы наверняка обращались к этим новозаветным страницам. Так что сейчас, в продолжение праздника, я хочу пригласить вас на крестный ход в Крым. Своими съемками в храме святителя Николая Чудотворца, что в селе Малореченское, поделился с нами Александр Басалаев. Это репортаж минувшего года, очень радостный, красивый и содержательный. 19 августа 2021 года в праздник преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа благочинный Алуштинского округа протерей Сергий Слободенюк совершил Божественную Литургию в Свято-Никольском храме. Храм-маяк святителя Николая Чудотворца самый высокий в Крыму. Его высота составляет 60 метров. Символами святого места являются иконы Божьей Матери Афонская, Ярославская, Аранта, Покрова, а также образ святителя Николая Мирликийского Чудотворца со стороны, обращенной к морю. КОНЕКСКИЙ СЛОВАНСТВО КОНЕКСКИЙ СЛОВАНСТВО ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Керенский назначил отъезд в Тобольск на час ночи с 31 июля на 1 августа 1917 года. Здесь приводятся даты по старому стилю. Перед отъездом 30 июля в день рождения наследника цесаревича царская семья совершила молебен, который отслужил отец Афанасий Беляев перед иконой Божьей Матери Знамени. В тот же день император Николай II встретился с великим князем Михаилом Александровичем. Встреча двух братьев, которые было суждено стать последней, проходила в присутствии Керенского, что являлось очередной оскорбительной демонстрацией со стороны последнего. Хотя, впрочем, может быть, дело было не в демонстрации, а в стремлении Керенского не допустить обмена мнениями между государем и великим князем по поводу обстоятельств так называемых отречений февраля-марта 1917 года. Перед тем, как покинуть Александровский дворец, царская семья прощалась с наиболее преданными офицерами. Капитан Матвеев, который пользовался особым расположением царской семьи, был приглашен в библиотеку, где его ждали император Николай II, императрица, цесаревичи и великие княжны. Поблагодарив за службу, государь передал Матвееву свою фотографию с надписью «Николай, 1917 год» и сказал, «Я думаю, что вы не откажетесь принять на память мою фотографию. Карточка эта случайная, которая оказалась у меня под рукой. Я нарочно не написал числа, чтобы вам в случае чего не было лишних неприятностей». В пять часов утра царскую семью, наконец, посадили в машину и повезли к поезду. Когда императрица вышла к машине, то полковник Кобылинский и полковник Матвеев по взаимной договоренности преподнесли букет из роз, заранее приготовленный по приказу Кобылинского. Когда царская семья прибыла на станцию, поезда на перроне не оказалось. Он стоял далеко на путях. Минут десять они шли до своего вагона по песку. Поддерживаемая государем, императрица, видимо, делала большие усилия, ступая по шпалам. Государь смотрел ей под ноги и вел, поддерживая под локоть свою августейшую верную спутницу жизни. Когда царская семья дошла до вагона, то оказалось, что между ступенькой вагона и землей большое расстояние. Поэтому пришлось карабкаться, чтобы попасть в вагон. Тяжелее всех было государыне. Безусловно, что эти издевательства исходили от, в кавычках, гуманного и благородного временного правительства. Полковник Артаболевский и офицер Кушелев поднялись на площадку вагона, чтобы попрощаться с государем. Кушелев упал на колени перед государем, но тот поднял его, обнял и поцеловал. «Потом император подошел к Артаболевскому и протянул к нему руку. Я до сих пор помню теплоту его руки и ее пожатия. Когда я припал к ней губами, целуя бледное лицо, государя и его незабвенный взор навсегда останутся у меня в памяти», – писал Артаболевский. «В необъяснимом порыве я припал лицом к его плечу, государь позволил мне побыть так несколько мгновений, а потом осторожно отнял мою голову от своего плеча и сказал нам, «Идите, иначе может быть для вас большая неприятность. Спасибо вам за службу, за преданность, за все, за любовь к нам, от меня, императрицы и моих детей. Служите России так же, как служили мне. Верная служба Родине ценнее в дни ее падения, чем в дни ее величия. Храни вас Бог, идите скорее». Еще раз государь одарил нас своим незабываемым взглядом и скрылся в вагоне. С трудом, сдерживая волнение, мы сошли с площадки вагона и прошли через пути на свое прежнее место против вагона царской семьи. 6-19 по новому стилю августа 1917 года в праздник преображения Господня в 6 часов 15 минут пароход «Русь» причавил к пристани сибирского города. На борту парохода находились свергнутые с престола император Николай Александрович, императрица Александра Федоровна, их дети, наследник цесаревич Великий князь Алексей Николаевич, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария Анастасия Николаевны, а также добровольно сопровождавшие их лица. Генерал-адъютант граф Татищев, гоф-маршал князь Долгоруков, графиня Гендрикова лейб-медик Боткин, наставник наследника цесаревича Жильяр, гоф-лектриса Шнейдер, всего 39 человек. Позднее в Тобольск прибыли преподаватель английского языка Сидней Гипс, доктор медицины Деревенько, фрейлина баронесса Букс-Гевден, камер юнгфера Занотти, комнатная девушка Уткина, комнатная девушка Романова. Правда, часть этих людей к царской семье не допустили. Путь из царского села до Тюмени узники проделали на специальном поезде, а из Тюмени до Тобольска на пароходе. В пути царскую семью сопровождал от Временного правительства комиссар Макаров. Член масонского ордена Великий Восток Народов России именно Макарову Керенский на первых порах поручил содержать в Тобольске царскую семью. 5-18 августа пароход «Русь» проследовал мимо села Покровского, родины убитого в 1916 году Григория Ефимовича Распутина. Когда пароход проходил мимо Покровского, император, императрица и царские дети стояли на палубе и смотрели на высящийся над берегом Туры дом Распутина. Другой пассажир парохода, коммердинер Волков, вспоминал, когда пароход проходил мимо села Покровского, родины Распутина, «Императрица, указав мне на село, сказала, здесь жил Григорий Ефимович, в этой реке он ловил рыбу и привозил ее нам в царское село». На глазах императрицы стояли слезы. По прибытии царской семьи в Тобольск оказалось, что дом губернатора, куда должна была быть помещена царская семья, не готов к ее приему. С началом февральских событий резиденция тобольского губернатора Ордовского Танаевского, вынужденного скрыться из Тобольска, превратилась в дом свободы. Это сопровождалось расхищением и разгромом имущества. Жить в доме свободы, пишет Александр Николаевич Баханов, было нельзя. Все затоптано, загажено, мебель почти вся растащена, а система водоснабжения полностью разрушена. Между тем, революционные власти Тобольска были обеспокоены пребыванием царской семьи на главном причале города. Ведь в ожидании, пока будет сделан ремонт, пришлось жить на пароходе. Тоболяки собирались на пристани большими толпами и искали возможности увидеть государя или кого-нибудь из царской семьи. В толпе явно было сочувствие к свергнутому царю. По приказу местных властей, пароход «Русь» отогнали на несколько верст вверх по реке. И там причали к пустынному берегу, где и простояли неделю. Для царской семьи это были редкие дни отдыха, когда она могла свободно гулять по живописному берегу Тобола, наслаждаясь относительным уединением и красивой природой Сибири. Милая Вера Георгиевна писала Карповой великая княжна Анастасия Николаевна. «Приехали мы сюда благополучно. Живем, пока на пароходе, так как дом не готов. Пока пишу, идет дождь и сыро. Мария лежит, так как простудилась, но теперь ей уже лучше». Наконец, 13-26 августа по новому стилю, царская семья получила разрешение на въезд в губернаторский дом. По трагическому стечению обстоятельств, за полтора года до прибытия в Дом свободы, царская семья собиралась прибыть в Тобольск именно осенью 1917 года на поклонение мощам святителя Иоанна. Причем остановиться она должна была в губернаторском доме. 17 апреля 1916 года государыня говорила губернатору, кончится эта небывалая война, общими усилиями враг будет сокрушен окончательно, и тогда осенью 1917 года мы всей семьей поедем. В Пермь повесить доску на стену дома, где был император Александр I. Проедем на канонизацию предка Михаила Никитича Романова. Затем в Верхотурье поклонимся мощам Симеона Чудотворца и потом в Тобольск к святителю. Это были фрагменты из книги Петра Валентиновича Мультотули «Николай II. Дорога на Голгофу. Свидетельство о Христе до смерти». На этом пока все и с праздником преображения Господня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова